В феврале выходит уже третья часть тотальной войны в мире фэнтези, и мы не можем обойти стороной вторую. Я знаю, большинство из вас не знакомы со вселенной Вархаммера, но вы просто обожаете экономические эксперименты. Сегодня мы изменим правила игры в тотальной войне и извратим её до неузнаваемости. Вместо того, чтобы захватывать всё подряд, мы создадим высокое государство, живущее за счёт налётов и рабов. А если вам понравится видео и вы хотите больше роликов по серии игр Total War, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Тёмные эльфы идеально подходят для нашей цели. Особенно адмирал Лакхир жестокосердый, с его сумасшедшим бонусом на 50% к доходу от рабов. Конечно же, нам потребуется очень высокая сложность, ведь чем больше врагов, тем больше захваченных пленников. Механика до ужаса проста. Рабы дают доход, а рабов даёт захват поселений и битвы. Война – это бизнес. Значит, всего лишь необходимо наладить бесперебойную поставку живого товара. Навыки эльфийского лорда для этого пригодятся как раз кстати. Начинается математика. Навыки охотник на рабов и работорговля дают бонус 37% к захвату пленных после битвы. Ещё 30% дают издание эльфийского флота, поэтому имеет смысл сражаться только в пределах его досягаемости. А с бонусом о технологии мы получаем почти 100% КПД. Это всё замечательно, только подневольную силу необходимо где-то содержать. Стартовая провинция Чупайотли весьма удручающая. Не стоит здесь задерживаться. Родина Тёмной эльфийского пирата лежит далеко на севере в расколотых землях. Для того, чтобы вернуться на родину и получить свой трон по праву, необходимо добыть 2500 рабов. Кажется, я знаю в этом толк. Их можно найти в близлежащем поселении Люда Ящеров, Южные Стражи. Потери среди подчинённых эльфов совершенно не важны. Первоповеда вполне устраивает. За разорение города Люда Ящеров было получено около 400 невольников. Маловато. Но вместо того, чтобы захватывать город, мы даём ему восстановиться и на следующий ход делаем то же самое. Опять разоряем город и уводим пленников к себе на Чёрные Ковчеги. Карнавал Безумия продолжался пять ходов. Только у Люда Ящеров есть один существенный минус. Они слишком малочисленны и слишком медленно размножаются. Проще захватить Южные Стражи и сделать базой для нападения на новые регионы. В Севернее в развалинах города Стражи Времени обнаружили скавины. Или по-простому крысолюди. Их грязные поселения настоящие сокровищницы для нас. Скавинов так много, что одна незначительная победа приносит сразу 2500 пленников. А вместе с тем ключи от города работорговцев Каранткара. Некогда богатейший город тёмных эльфов находится в глубочайшем упадке. И даже на грани падения. Огромная армия высших эльфов под командованием Али Танара находится в пригороде и готова напасть в любой момент. Для обороны города будет сделано всё возможное. Срочно нанимаются новые отряды из арбалейчиков и копейщиков. Вместе с тем идёт экономическое возрождение города. Новые рабы будут поставляться исключительно в Каранткар. А Чупайот или прилежащие земли наоборот будут постепенно оставлены и заброшены. Для того, чтобы вытащить Лакхира жестокосердого из этих забытых богом джунглей, его армия должна быть разбита. А ему придётся получить тяжёлое ранение, чтобы уже через пять ходов появиться в новой столице. Политическая ситуация здесь ухудшается с каждым ходом. Не хватало высших эльфов, как сюда припёрлись грязные скавины. Верная слуга Лакхира Сераф разбила одну армию, но это лишь одна из четырёх. Неужели судьба Тёмных Эльфов решена? Как бы не так. Верховная чародейка Аврил Лавин набирает вторую армию. И тут помощь приходит откуда не ждали. Али Тонар за символическую плату предлагает напасть на скавинов. Эльфы объединятся в борьбе против общей угрозы, как мило. Но мы обязаны оправдывать своё звание злодеев. Как только угроза устранена, мы бьём союзнику в тыл. Пик Чёрного ручья был захвачен Сераф. Последние войска, следовавшие за Али Тонаром, полю мы сорвоторговцы. А захватом города его клан Нагорит перестал существовать. Нисколько не жалея, Тёмные Эльфы пленили своих собратьев и держали в клетках, как скавинов. Как только угроза была устранена, родные города клана Коронда возвращены. Чупоёт ли его окрестности? Покинули последние Тёмные Эльфы. Нам здесь больше нечего делать. С возвращением Башни Чёрного Света, земля Каланакаронда была восстановлена. И если отбросить Лирику в сторону, был получен контроль над провинцией, которая станет полем экспериментов. Во-первых, необходимый дикт повышения норм для рабов, который не только повышает доход от рабов, но и ускоряет рост поселений. Скорость роста поселений – краеугольный камень любого татуловара. Ещё в начале кампании первые технологии были направлены на ускорение развития. Теперь же в четырёх городах расколотых земель будут построены эльфийские особняки. Цель заключается в том, чтобы улучшить города до максимума в кратчайшие сроки. И увеличить как лимит рабов, так и получить и ячейки зданий для работорговли. Следующим шагом как раз будет создание загонов для рабов по всей провинции. Осталось лишь наладить постоянную поставку подневольной силы. Имевшие неосторожность напасть на тёмных эльфов скавины для этого идеально подходят. Лакхир жестокосердый будет грабить их города и уводить пленников. Три поселения крыс и людей на истерзанных равнинах будут грабиться в порядке очереди. Так, чтобы популяция разоренного поселения успевала восстановиться к следующему грабежу. Кажется, мы изобрели трёхполье, только вместо зерновых культур рабы. Система оказалась крайне эффективной. Количество их возросло до 7 тысяч, а доход от них до 2,5 тысяч золотых. Только чем больше заполняются клетки, тем быстрее вымирают невольники. Два героя Сюзарена своим навыком льстивый интриган могут снизить их темп вымирания на 20%, что в данный момент недостаточная система явно требует усовершенствований. Нам из уработорговца созываются новые отряды охотников за живой добычей, которые частично возьмут на себя обязанности Лакхира жестокосердого. Теперь у каждого города скавинов стоит армия, которая разоряет его каждый ход. Поток рабов увеличился вдвое, а мы превратили целую цивилизацию в своё личное производство, которое превращает живой товар в деньги. Есть ли предел безумия у этой игры? В данный момент проблема вымирания рабочей силы решена экстенсивно. Чтобы искоренить её полностью, Каранкар необходимо улучшить до 4 уровня. Тогда станет доступно уникальное здание Дворцы Работорговцев, которое как повышает доход, так и снижает скорость вымирания невольников. С бонусами от Сюзеренов и технологий оно снижается на 90% и становится незначительным. Проблема с рабами решена, теперь необходимо подумать о получении из них максимальной прибыли. Ведь в каком-то смысле экономика тёмных эльфов напоминает капитализм. На передний план выходят герои. Ассасины, смертноведемы, чародейки и Сюзерены. Каждому из них в спутнике достаётся порабощенный высший эльф, повышающий доход от построек. Они попадаются чуть ли не в каждой битве. Хотя мы грабим только города скавинов. Ассасины дальше полезнее Сюзеренов. Достигнув 10 уровня, они повышают общий доход от рабов на 20%. Да и без них на 50-й ход одна провинция тёмных эльфов приносит баснословные деньги. 28 тысяч золотых в месяц. Причём половина из них идёт от рабского труда. На каждого раба приходится один шекель у этой золотой дохода. Думается, мне КПД в 100% ещё не тот максимум, которого мы можем достигнуть. Бедные скавины умоляют о мире. Глупцы, о каком мире может идти речь, когда война – это бизнес. К сожалению, лимит героев ограничивается восьмью для одной провинции. Придётся нанимать бесконечное количество лордов, просто для того, чтобы дать им порабощенного высшего эльфа. Или ещё более редкого персонажа – надзирателя, также увеличивающего доходы. Чем больше лордов, тем дороже содержание армии. У тёмных эльфов есть немного читерский способ снизить его. За счёт чёрных ковчегов. Улучшенные до максимума, они снижают общую стоимость содержания армии. А если флотоводцы при этом стоят в портах, то им также можно выдать спутников, повышающих доход в регионах. Финальный этап развития провинции наступает с улучшением главного города до пятого уровня. Здесь больше не нужны особняки тёмных эльфов, ускоряющие рост провинции. Им на смену придут чёрные дороги, ведущие в нагород, которые увеличат доход от рабов ещё на 20%. Складывается впечатление, будто мы боремся за каждую копейку. Да, так и есть. Ведь видео — это сумбурный экономический эксперимент, который невозможно закончить из-за лейтгейма. Безумные высшие эльфы ведут свои армии со всех сторон. Именно к столице Лакхира Жестокосердова, поэтому содержание полных стаков армии уже превысило доходы. 17 лордов-пустышек и 8 героев выжимают из одной провинции 50 тысяч золотых. Они могут влиять только на один город, рядом с которым находятся. Поэтому доходы от рынка рабов разнятся от места к месту. Где-то доход увеличен на 800%, где-то только на 500%. А если согнать всех бездельников к одному городу, то мы получим безумное увеличение дохода на 1154%. Даже так, на максимум рабов в одной провинции — 17,5 тысяч, мы получаем едва ли 25 тысяч золотых. Можно сделать неутешительный вывод, что работорговля не слишком эффективна. Надеюсь, видео понравилось вам и вышло не слишком сумбурно. Вы поставите ему лайк и пишите в комментариях, хотите ли вы больше экспериментов по Total War и ждёте ли третью часть Вархаммера. Отдельное спасибо Алексею Котову, Гостеру Чаннелу Никите Федькину, Кайзеру Алексею, Сайбер Слуту, ОлПСД, Мистеру Алексею, Германа Лигу, Султану Каджиту Вуйчичу и ДНСТ. А с вами был Воевода, спасибо за поддержку и пока-пока.